Хотя и показал себя крепким парнем, с хорошей перспективой с точки зрения этой гонки, но сегодня вне призов. 5 километров до финиша, Том Бонан предлагает Балану почаще меняться. Балан, с другой стороны, предполагает, что Бонан делает коротковатые смены и слишком много свежести сохраняет в ногах. Вообще, как вот он выгребал и отбирался в эту группу, было такое ощущение, что все-таки сегодня он себя чувствует на 95%, но не на 100%. Но опять же, все меняется. Вот на этом выполаживании, под этими боковыми ветрами, немножко посидев, немножко подышав за спиной, он чувствует себя иначе. Потрясающий сезон, я уже сказал, возвращение в те времена, который мы не видели с 2008 года, уже сейчас, за первые месяцы сезона. Икона для бельгийских болельщиков заработал 7 побед, последний из которых состоялся вот на днях, буквально 25 марта, на легендарный Ген Твивельгем, а перед этим на Гран-при Фландерн, бывший при Фарлбеке, хотел сказать, Фарлбеке. За 5 километров до финиша по-прежнему идет совершенно нормальная, ритмичная, командная работа трех представителей разных коллективов. Спринт не разыгрывается за 5 километров до финиша такой великой гонки, но тренеры, вы видите, помогают добрым словом. Вряд ли какими-то осязаемыми советами, тем более советовать таким ребятам зачем, они все все прекрасно знают. Боунен, который открыл этот сезон аж на туре Сент-Луиса в конце января. Крайне ранний старт сезона, но он чувствовал, что он способен уже сейчас выходить на хороший результат. Зачем же тогда откладывать? Итальянцам, говорит он, с иностранцем никогда не понять. Итальянцам это как раз понять. Иностранцам никогда не понять. Лукашин-то там мелькнул. Погонявший еще с этим поколением ребят. Ну а сейчас уже достаточно долгое время он с ИСД работал, как вы помните, когда был совместный проект. И он прекрасно знает то, о чем говорит Боунен. И то, что, как утверждает Боунен, немногие могут понять, что такое 100 лет традиции вот этой гонки. Иностранцы просто этого недооценивают. Для бельгийцев победа здесь, это действительно победа. На чемпионате Вселенной. И я бы с большинством из своих соотечественников согласился, говорит Томми. Фламблия плюс Рубе. Вот это два главных пика моего сезона в этом году. Все остальное, если прикладывается, очень хорошо, я очень рад. Снимается Балан по тактике того самого победного для себя чемпионата мира в Вероне. Сейчас его пустили. Как бы не так. Спокойно, спокойно, Аля, говорит Том Бонен. Такие атаки я ловлю одной левой. Мы с Пацата пошли какие-то беседы. Хорошие вопросы тут очень многие задают через твиттер. На кого ставите за эти три километра до финишной черты? Или кого бы хотелось видеть в качестве победителя? Давай вертушку вертеть, предлагает Пацату. Вот сам и верти, говорят другие. Пацат очень хорошо выглядит. Очень много машут руками. Такое ощущение, что, конечно, сейчас... Вылетит как из прощи. Но Бонен не очень способен отдавать должок за развозы в квикстепе в середине прошлого десятилетия. Опять снимается баланс в тот момент, когда Бонен как раз смотрел на Пацату. Но, надеюсь, что даже пару метров это будет хорошо и достаточно. Они заработали. Они отлично. Вот обратите внимание на эту великолепную тактику. Они заработали себе право сейчас поиграть. Тем более, что игры идут не до полного стопа все-таки. Посмотрите. Они как бы то ни было, даже когда они сбрасывают, то у них скорость падает где-нибудь до сорока. И вряд ли ниже. Но у вас здесь-то помедленнее. Здесь уже... Начался спринт из небольшой группы за пятое и седьмое места. Все друг друга боятся. Все боятся Бонена, разумеется. Оба его соперника прекрасно понимают, на что способен Том, который может и у заправских спринтеров выиграть. Но, опять же, специфика своя есть. Это 250 с хвостиком километров. Это тяжелейшая работа под перекрестными ветрами. Бонен готовит передачу. Видно, как нога идет. Я бы даже сказал, что Балан сейчас дорабатывает на передаче, которая посолиднее. Но и группа, вы видите, даже не приближается. Хотя, вроде бы, едут относительно медленно. Здесь Тегун. Еще и поэтому. Но вот это вот очень характерно. То, что трещотки пошли трещать. То, что пошел свободный ход. Это значит, что они совсем не тратятся сейчас, пытаясь... Саккумулирует все-таки резкость. И опять, опять начинает, берет на себя инициативу Балан. И это говорит о том, что он очень боится таких попутчиков. Не выглядит Балан претендентом на победу в спринте пока. Вот Сергей посмотрел выкладки по Милан-Сан-Рема. И Геренс выдал 1300 ватт в спринте. Вот они показатели на сегодняшний день, требующиеся для победы. Здесь будет не меньше, я думаю. При таком пешем подъезде они сумеют выстрелить. Вот Сата ездит по колесам и пока выглядит, вы знаете, очень грозно. Вы представляете, для Бонана все выстроить идеально по сезону. Прийти с чуть ли не 10 победами к своей любимой гонке, остаться вторым. Я не думаю, что он об этом сейчас размышляет. Потому что если есть такие мысли, то никогда больших побед не бывает. Вы видите эти фламандские флаги со свирепым львом? Это все в честь Томека. И все очень верят, что он возьмет. А тут возле основной группы понесли снова. Опять Паулини выскочил. И сколько раз мы видели, когда такие развязки бывают, что в 10 метрах группа Нона не догоняет. Сегодня тоже не догоняет. Выходит с колеса Балана Бонан. Бонан лидирует. Бонан на большой передаче. Пацата пытается выйти из воздушного меска. Но сдвигается Бонан еще чуть-чуть. И все же Бонан. Все же Бонан. Хотя Пацата такое ощущение, что просто не верил в свою счастливую звезду. И просто смирился в очередной раз с тем, что его друг сильнее. Бонан становится трехкратным победителем тура Фландрии. Ну и дальше вы представляете, что здесь будет твориться. Я почти уверен в том, что он скажет, что это победа на туре самая дорогая в его карьере. А Паулини забирает деревянную медаль все-таки. Вот это говорит или нет? И нет, на самом деле. Деревянная медаль достается, по-моему, Бурхарду. Эх, обидно объективно за Паулини. Здесь ни в упрек, ни в обиду сказано. Но вы видите, как жестко здесь секьюрити разбрасывают всех. Причем и аккредитованную прессу в том числе. Здесь есть это безумие. Есть. И со стороны болельщиков сколько раз это было. Драки за место у обочины, если вы этого не видели, то полистайте в тех же самых соцсетях или где еще. Там есть ссылки. Ну и вот вы видите, поздравление и благодарность Сильвену Шиванелю. Шиванелю, который в этот раз призер прошлого года. А вот он, Лефевер, крупным планом. Автор такого количества побед на самых престижных классиках. В первую очередь на брусчатых северных классиках. Еще с мопеевских лет. Смотрите, что делается. Потому что уже действительно гонцов уже руками и ногами разбрасывают. И кто-то из лямпры решил вступить в потасовку с этими безумными секьюрити. Что творится, боже мой? Да, иногда безумие бывает велосипедное в буквальном смысле этого слова. И забывая о том, что вокруг тоже гонщики, секьюрити, вы видите, сейчас отшвыривает от Бонена буквально всех. Я не знаю, кто там. Будь тут... Хотел сказать, что принц, король Бельгии, король Бельгии в прошлый раз с победой поздравлял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!